Здравствуйте! Это наш Новосибирск Диалог и я Вячеслав Горчаков. Программу льготной ипотеки обновили 1 июля по всей стране. Ставка на жилье в новостройках поднялась до 7%, а в кредит можно взять максимум 3 миллиона рублей вместо прежних 6. Зато ипотеку с господдержкой теперь могут взять даже семьи с одним ребенком, если он родился после 2017 года. Как все это сказалось на рынке недвижимости и как быть тем, кто планирует продать или купить квартиру? Об этом говорим с экспертом по новостройкам агентства недвижимости Григорием Якобсоном. Приветствую в нашей студии. Вячеслав, добрый день. Давайте вернемся в апрель 2020 года, когда только стартовала господдержка, в частности ипотека 5-6% невиданной ставки. Что тогда произошло с рынком недвижимости, новостройки в частности? В тот момент рынку действительно нужна была помощь, причем такая реабилитация по причине того, что началась пандемия и потребительский спрос довольно резко приостанавливался, потому что люди не понимали, что делать. И рынку нужен был какой-то дополнительный стимул, потому что строительная отрасль это глобальная отрасль и невозможно было это все остановить. И госипотека на тот момент она была спасательным кругом в целом для недвижимости. Он вернул рынок на те объемы, которые были до пандемии. С апреля по конец декабря был очень такой мощный всплеск и процентов 20-25 рынок прибавил. Видел где-то такую теорию о том, что именно в пандемии у людей на руках оказались деньги, скажем, на путешествия, которые не состоялись, то есть был первоначальный капитал. Это тоже как-то сказалось? Это был один, наверное, из таких важных моментов. Да, люди понесли эти средства для сохранения их как первоначальный взнос. А предпочтения изменились как-то? Ну, скажем, долгое время у нас в подсчете были студии, может быть, на них только и хватало многим. А здесь структура спроса как-то изменилась? Тут вопрос, какая была покупка. Была целевая покупка для того, чтобы жить в этой квартире, либо эта покупка была с целью инвестиций. Но на нашем рынке, на новосибирском рынке все-таки инвестиции превалировали. Следовательно, это были однокомнатные, однокомнатные, двухкомнатные студии и трехкомнатные студии. Видимо, еще как-то сказалось и господдержка семьи с детьми. Там тоже была сниженная ставка. А это как-то сказалось на спросе? Нет, не сказалось. Это было меньшинство, наверное, наших потребителей. Хотя, казалось бы, на них-то и был расчет. На них был расчет, но по нашему региону именно все-таки сподвигал инвесторов, инвесторский спрос. А почему так произошло, как вы думаете? Непонятно было, что с работой, локдаун, как там отнесется работодатель, будут ли выплаты и все остальное. Те люди, у которых были деньги, и те, которые не сомневались в том, что их работа останется за ними, доходы у них сохраняются, те люди инвестировали. Вот поменялось предложение. Если раньше на рынке было очень много формата эконом, то сегодня в Новосибирске довольно большое количество объектов, которые несут статус бизнес. Раньше этого статуса боялись, потому что не понимали своего потребителя, и застройщик в целом не готов был поставить стоимость квадратного метра 150 и выше, не понимая своего потребителя. То есть это был какой-то штучный товар. Но это и сказалось на средней стоимости квадратного метра. Сказалось. Но стоимость квадратного метра росла, если в 2019 году можно было купить себе Комфорт Плюс за 80 тысяч рублей за квадратный метр, то конец 2020 года, если мы возьмем центральные районы города, то стоимость была уже выше 110 за квадратный метр. Сегодня стоимость квадратного метра в Новосибирске приближается к стоимости замкадья Москвы и Кудрово в Санкт-Петербурге. Хотя это Новосибирск. Но говорят, что незадолго до обновления ставки льготной до 7% возник ажиотаж. Как раз накануне июля самый высокий спрос был. Все хотели успеть купить квартиры. Действительно ли это так было в вашем агентстве? По ощущениям, наверное, да. Хотя любой квалифицированный агент предвидел о том, что госапотека будет продлена. И в каких-то определенных ситуациях предлагал потерпеть. Потому что если человек продавал свою вторичку и рвался за новостройкой именно из-за господдержки, то он объяснял, что она будет продлена. Мы сегодня не должны сбрасывать стоимость на твое вторичное жилье только по одной причине. Что мы потеряем именно в цене. Давайте дождемся, спокойно продадим по цене, которая действительно стоит у ваш объект. А потом господдержка не переживайте, продлится и будем покупать. Может быть ставка изменится. Не так сильно она изменилась. Но опять же, нужно 11% и цена квадратного метра 80. И текущая 110-115 за квадратный метр и ставка 7. Но тем не менее, многие агентства констатируют факт, что сразу после июля возникло затишье. Возможно, и лето сказалось. Но тем не менее, кого-то, видимо, эти полпроцента в разнице напугали. Но июль-август – это месяц стандартного затишья рынка. Параллели здесь я точно не заметил, что именно из-за господдержки. Так совпало. Нельзя сказать, что сегодня у нас мы продаем меньше, чем продавали в июне. Нет такого. Спрос такой же. Предложений меньше становится. Вот это другая сторона медали, то, что предложений становится меньше. Раньше застройщик мог позволить себе строить большими комплексами, получая разрешение на строительство сразу на огромный объект. А сегодня, с изменением 214, с проектным финансированием, ему проще поочередно все это вводить в эксплуатацию, сдавать и получать финансирование именно на каждый объект отдельно. Те самые скроу-счета, да? Те самые скроу-счета. Но, насколько я понимаю, и стоимость, вернее, размер кредита, который по ипотеке может получить на новостройку житель Новосибирска, в частности... Он ограничен тремя миллионами, да? Три миллиона. Это уже точно не двухкомнатная в комфорт-классе. Но три миллиона – это цена кредита, но не цена объекта. Если прибавляем всего 15%, да, безусловно. То есть это однокомнатный, двухкомнатный и отдаленный район. Григорий, а что произошло с вторичным жильем? Новостройки подорожали, да? Пользуется спросом. А вторичка? Ну, мы этого ожидали давным-давно. Мы ожидали, что все-таки такой разбег цены между вторичкой и новостройкой его не может быть. И вторичка действительно не быстро опомнилась после такого резкого скачка 2020 года стройки. Но при всем при этом, наверное, с октября 2020 года вторичка начала расти в цене. Григорий, что тогда делать в этой ситуации, скажем, семье с одним или двумя детьми, которые как раз задумываются о том, чтобы взять ипотеку на вторичку или ипотеку на новостройку. У них уже есть какой-то капитал накопленный, достаточно для того, чтобы сделать первоначальный взнос. Им сейчас покупать, им подождать, им выбрать новостройку, им выбрать вторичку. Что посоветуете? Я посоветую обратиться в квалифицированное агентство недвижимости за консультацией. Делать спонтанные покупки я бы точно не советовал. Точно можно сказать, что застройщик своей стоимости цену свою сбавлять не будет. Стройматериал с начала лета начал расти колоссально быстро. Следовательно, это будет удорожание именно стоимости объектов. Я думаю, что что на вторичке, что на новостройках, она либо будет стабилизироваться в определенных пределах, либо немножко расти. То есть, ну, по мне так это где-то 10-15% в ближайшие полтора года. Ну что ж, спасибо большое за ваши рекомендации. А я напомню о том, как изменение программ господдержки сказалось на рынке недвижимости и чего ждать в ближайшее время, мы говорили с экспертом по новостройкам Григорием Якобсоном. Это был наш новосибирский диалог. С новосельем! Субтитры создавал DimaTorzok